Валерий Седов Павел Малков на правительстве заявил, что ремонтировать автотрассы теперь будут по новым правилам. Сухая помощь в зону проведения СВО специалисты социального фонда отправили необычный груз. Резонансный пожар под Рязанью. Сегодня утром в Турлатово вспыхнули склады с текстилем, принадлежащий одному из частных предпринимателей. За считанные минуты огнем было охвачено два металлических ангара. Сгореть третьему не дали оперативно прибывшие пожарные. Максим Васильев продолжит. То, что так эпично горит позади меня, это склад с подушками и одеялами. Возгорание началось с 10.07. И посмотрите, какие масштабы приобрел этот пожар. Судя по всему, уничтожено будет все полностью. Впрочем, так казалось только в самом начале. К моменту приезда техники МЧС два ангара из трех уже полыхали. Но вот насчет третьего, как раз у бойцов противопожарных расчетов, было свое особое мнение. Они остановили распространение и начали тушить основной очаг. Пожару на улице Аэропортовской был присвоен второй номер сложности, обеспечен подъезд водовозов. Первоначально заявленная площадь горения в 1200 квадратных метров благодаря пожарным сократилась почти вдвое. В 13.07. пожар был локализован на площади 700 квадратных метров. В 14.35. ликвидация открытого горения на площади 700 квадратных метров. В ликвидации пожара принимало участие 11 единиц техники, 35 человек личного состава. По нашей информации, склад принадлежит одному из частных предпринимателей из Москвы. Последний завоз товара здесь был месяц назад. О причинах пожара наверняка говорить преждевременно. Но общий ущерб вполне можно оценить в сумму более миллиона рублей. Не менее эпично, но уже другой крайностью, половодьем попрощался с жителями Шадского района на плавной понтонный мост, соединявший деревни Выша и Купля. Еще утром местные жители по нему переходили с берега на берег. А ближе к вечеру произошел казус, который попал на видео очевидцев. Я что-то там такое большое. Бревно, дерево. Вот они вот эти от Лешкиных деревьев привязывали, вот эти от Роса они ержали его всегда мост во время полой воды. Таня, грязь деревом такое. Ой, всего его оторвало. Весь ушел. По словам автора видео, мост уплыл по реке ЦНА, на которой, как следует из другого видео, начался ледоход. Ранее местная администрация из-за талых вод прекратила автомобильное движение по этому понтону, но сообщает, что пешеходное сообщение нарушено не будет. А движение авто восстановят после нормализации паводковой обстановки. С необходимых мер по ревизии автомобильных дорог начал заседание правительства Павел Малков. Так называемый температурный переход через ноль в Рязанской области этой зимой был больше сорока раз. А это прямая причина разрушения дорожного полотна. Так называемый переход через ноль – это когда температурный режим лихорадит от минусовых до плюсовых значений. И все бы ничего, только вот для дорожного полотна это большая неприятность. Подтаившая вода проникает в трещины, в минус замерзает и фактически рвет асфальт на части. Об этом говорил Павел Малков на правительстве. Дорожная тема стала основной. И начали, разумеется, с самой Рязани. Ямочный ремонт в этом году будет превалировать. Для этого скоро запустят асфальтобетонный завод. И перейдем на ямочный ремонт горячим асфальтом. Для того, чтобы сделать это максимально оперативно, составили план ремонта. В него вошли наиболее проблемные 87, ну 89,2 под вопросом, дорожных участков. Работы будем проводить поэтапно. Жители будем информировать о своих планах на неделю и на каждый день. И затем отчитываться. Елена Борисовна, я прошу и вас, и всех глав администрации максимально ответственно и серьезно отнестись к этому вопросу. Не добьемся качества, так и будем ездить по убитым дорогам и негатив собирать. Еще хотел добавить про капитальный ремонт дорог. Тоже не раз обсуждали, я ставил задачу всю подготовку, в том числе торги, заключения контрактов и прочее, провести заранее. Чтобы как только сезон позволяет, погода позволяет тут же выходить на ремонт, на реконструкцию. Еще одна сезонная тема – приход большой воды. Пока что половодие идет медленно, но верно. Традиционно подтопило автодорогу Заокская шумышка Ростина. Впрочем, все под контролем. Объездная дорога, знаю, там есть, сообщение не нарушено. Пассажирский транспорт тоже запустили по этой временной дороге. При необходимости пустим водный транспорт, все это обсуждали. Коллеги докладывают, что все необходимые запасы сформированы, в том числе продовольствия, медикаменты, приметы первой необходимости во всех населенных пунктах, где есть риск подтопления. Одну из жалоб на общественный транспорт Павел Малков озвучил отдельно. По Михайловскому шоссе, дескать, перестали ходить автобусы. Одного тринадцатого маршрута недостаточно. Впрочем, Елене Сорокиной эта тема оказалась не нова. Я так хорошо знаю про этот маршрут, потому что он является магистральным для города. И в числе четырех прочих, четырех маршрутов, мы его подали на лизинг по приобретению транспортных средств. Поэтому я так хорошо владею этим маршрутом. У нас сейчас там девять единиц. Наша задача, вот девять единиц нормально обслуживают этот маршрут. Наша задача увеличить количество водителей, работающих в третью смену, ну и во вторую. Жалоб на общественный транспорт, по словам Павла Малкова, стало меньше, но не настолько, чтобы совсем уж не касаться этой темы. Губернатор попросил предоставить ему всю аналитику, чтобы четко понимать порядок контроля, график работы автобусов. На Первомайском проспекте в Рязани летом проведут ремонт теплосетей. Об этом стало известно на заседании рабочей группы по вопросам дорожного хозяйства и улично-дорожной сети городской мэрии. Елена Сорокина подчеркнула важность синхронизации работ по ремонту дорожного покрытия и коммуникаций. Схему движения, а точнее ее проект, разрабатывают совместно с управлением транспорта и ГИБДД. С началом теплого сезона специалисты обследуют 173 гарантийных участка и направят подрядчикам требования по устранению дефектов. С 1 января по 20 марта на 177 участках улично-дорожной сети ликвидировали ямы с использованием литой асфальтобетонной смеси. Общий объем работ превысил 3000 квадратных метров. Если позволит погода, в апреле ДБГ запустит асфальтобетонный завод и работы продолжат горячей асфальтобетонной смесью. Одно из самых необходимых средств гигиены, сухой душ, отправили грузом из Рязани в район проведения специальной военной операции. Коробки с бытовой смесью формировали сотрудники социального фонда. Как проходит сбор гуманитарки и почему сухой душ не отложная необходимость, расскажем далее. Мы пропитываем нетканный материал специальным средством моющим, который обладает противоспалительным свойством и благотворно влияющим на кожу. Затем мы вкладываем в набор одноразовые полотенца из нетканного материала, вкладываем инструкцию, все это в одноразовые пакетики и гигиеническое средство получено. Идею укомплектовать такой сухой душ придумала Юлия Чеснокова. Она часто общается с женами участников СВО, которые и поделились технологией. Я предложила своим коллегам организовать это производство у нас в Рязани, и они с готовностью откликнулись на эту просьбу. Мы собрали средства, закупили нужные материалы, провели подготовительную работу. И вот сейчас в обеденный прерыв и после работы мы уже формируем пакеты с сухим душем. Так и работают по 5-10 человек. Процесс делят на несколько этапов, где каждый ответственен только за свой участок. Так и получается быстрее, и в создании комплекта, выходит, принял участие каждый. Они там на передовой, я хоть что-то могу сделать для них. Прямо. Не только слова поддержки, а вот что-то более материальное, полезное. Сухой душ – средство гигиеническое. Как раз для тех условий, где вода на вес золота, и помыться возможности нет. Работает это так. В комплектации такого маленького пакетика – это одноразовое полотенце и губка, которая также упакована отдельно. Для начала выберем, какое место будем промывать. Ну, давайте возьмем, например, предплечье. Согласно инструкции, нужно достать губку. Я делаю это впервые, поэтому не так торопливо. Смачиваем все это водой от 30 до 50 мл. И после сжимаем несколько раз до образования пены. Когда пена уже пошла, достаточно промыть область, которую выбрали. И все это смыть одноразовым полотенцем. Дополнительно промывать не надо. Сейчас готово около тысячи таких наборов. Будет в пять раз больше. К 9 мая эти комплекты отправят вместе с волонтерским отрядом, бойцам воинской части 1044 и 137-й гвардейский парашютно-десантный полк. В регионе отремонтируют 15 железнодорожных переходов. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. Ремонтные работы проведут на станции Рязань-2 и на станциях в Кораблинском, Рязанском, Спасском, Старожиловском, Скопинском, Сасовском, Чучковском и Шиловском районах. Сообщается, что на переходах обновят покрытия, ограждения и больше 50 знаков безопасности. Помимо этого, на объектах высадят свыше 250 кустов. Служить они будут не столько эстетической, сколько профилактической цели. Высадят их в местах несанкционированного прохода через пути. 27 марта в мире отпразднуют День театра. По всей планете в честь праздника проходят фестивали, выставки и экскурсии. Рязань не исключение. Здесь с 2016 года в честь Дня театра проходят капустники. О том, что это такое, расскажем в программе «Городские встречи». А пока коротко о предстоящем событии. В 2015 году, когда в Рязани появилось региональное отделение Союза театральных деятелей России, театральная жизнь Рязани заиграла новыми красками. В частности, появились два важных события. Зеркало сцены – праздник для артистов, режиссеров, звукорежиссеров, художников, хореографов, гримеров и даже билетеров. И капустник в День театра. Это праздник уже для зрителей, когда все четыре театра собираются на одной сцене и создают некое особое представление на определенную тему. Дружная команда, которая от души хочет сделать праздник своему любимому зрителю, который на протяжении всего сезона посещает спектакли всех театров. И в зале на театральном капустнике нашем присутствуют именно те зрители, которые очень любят Рязанский театр. И музыкальный, и театр винного зрителя, и театр драмы, и театр кукол. И, конечно, они ждут, они хотят увидеть что-то немножечко больше, чем обычно они видят на спектаклях. Увидеть своих артистов в такой неформальной обстановке, в интересных новых образах, посмеяться вместе с ними. В этом году капустник посвящен 160-летию Станиславского. Каким образом это обыграют театральные деятели города, останется загадкой вплоть до 27 марта. Но искрометный юмор, неформальная и непринужденная обстановка, аллюзии к любимым постановкам, музыка, веселье. И при этом специфика всех четырех театров в одном месте, в одно время обеспечены. Каждый театр старается свой капустник, ну так условно, скажем, какую-то стилизацию своего театра придать. Как правильно Екатерина говорит, что театр кукол. Понятно, что куклы, но может быть в каком-то там необычном варианте они как-то представляются перед зрителем. Порой театр кукол, так скажем, изнаночную сторону показывает театра, и вдруг зритель есть возможность посмотреть, а как вот там за ширмой все это происходит. Музыкальный театр тоже наполняет, как правило, свои капустники музыкой, хореографией. Капустник – это не спектакль и не концерт, но горячо любимое как зрителями, так и артистами событие, где есть место импровизации и творческой свободе, и где на одной сцене можно увидеть взаимодействие четырех абсолютно разных по формату театров. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. В клинике «Семейная» на базе стационара работает Центр акушерства и гинекологии. Комплексный подход к здоровью женщины, проведение малоинвазивных гинекологических операций любой сложности, безопасная анестезия, быстрая реабилитация и комфортное пребывание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова